Привет, ребята! Выпуск будет про Наруто, поэтому вначале посоветовать я вам должен что-то соответствующее. Знали ли вы про Амино? Это соцсеть по интересам, благодаря которой вы сможете пообщаться с единомышленниками. Например, давайте зайдем в сообщество Наруто. Тут ты можешь найти чат для общения с людьми, которые шарят за джутсу и тайные техники. Поучаствовать в различных викторинах для проверки знаний своего гинзюцу. Зарабатывай очки репутации, чтобы показать, кто в этой деревне Хукаги. При всем этом в Амино можно найти даже меня и поучаствовать в опросе. Не упускай возможность пообщаться с людьми, разделяющими твои интересы, и найти друзей. Ссылка на Амино будет в описании. Сидел дома и занимался своими типичными делами, ну то есть, опять влюбился в какую-то косплеершу. Смотрел и напевал свои любимые опенинги в Хентай, потом перешел на топ-10 грустных эндингов. Вальяжно чекал ваши глупенькие сообщения в ВК, например, Копик, почему тебе нет в трендах Ютуба? Ребята, единственная причина, по которой меня нет в трендах, это благотворительность и помощь людям с ограниченными возможностями, им это нужнее. Внезапно мне стало интересно, что смотрит нынешняя молодежь, ответы были чем-то наподобие. Я быдлый лох, смотрю бродячих псов. Ох, сердечку стало плохо, ребята, мы все проебали. Не удивлюсь, если вы уже в комментах пишите, анимешники гоф друзья. А в свободное время косплейки негачанов. Кстати, я лично таких котят топлю. Запомните, мальчики смотрят онгоинги, а настоящие мужчины пересматривают 720 серий, 11 полнометражек и прочие овы Наруто. Ну, кроме этого говна, про него потом. Наруто сильно меня вдохновил, и я понял, что с нынешним стилем жизни я никогда не смогу освоить Росинган. Бросил работу на заводе, начальник пытался убедить остаться, повысив зарплату. Но меня уже ничего не могло убедить, таков мой путь ниндзя. Пришел домой, заказал у мамы двойную порцию рамены, а она принесла борщ. Сейчас вы должны были понять, что моя жизнь такая же трагичная, как история какаши. Что касается аниме, в процессе вы осознаете, что тайтл про слегка приукрашенную драку за гаражами. Уже после первого сезона чувствуешь невероятный прилив сил и говоришь, что набьешься в ебальнике. А в итоге пытаешься не расплакаться после того, как на тебя слегка повысили голос. Естественно, есть и другие приятные плюхи, как битва фан-клубов персонажей, но я про нее уже рассказывал. Можете нажать на всплывашку вверху и посмотреть то видео. Поверьте, это незабываемое чувство, когда вы бухие с другом кричите «Никита! Саня!» К слову, недавно узнал, Меган Фокс сказала, что ей больше нравится Саски. Те, кто с ней знакомы, передайте, что теперь мы с ней точно не переспим. Теперь к минусам. У Наруто есть очень жесткий косяк. И это не про то, что я посмотрел все серии и не стал Хакаги, а про Баруто. Пранк, который вышел из-под контроля. Наруто всегда учил тому, что все достается огромным трудом. На изучение новых способностей уходило огромное количество времени. Так вот, Баруто просто нахуй переворачивает эти шаблоны. Пиздюки уже владели жесткими скиллами еще до получения протекторов. Поэтому пока первый изъебывался на тренировках, второй сучара жрет бургеры. Честно, меня хватило аж на целых 78 серий. 78, просто вдумайтесь, блять. Но когда я вижу, как Челик убивает ахулиар Джонинов, а потом на равных дерется с пиздюком, пиздец. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Я просто уже не могу смотреть Баруто. Даже если бы это лечило рак, все равно нет. На этой волне я даже боюсь водить детей. Уже представляю, как он пиздюк говорит. Наруто хуйня, Баруто заебись. А я такой. Думаю, для многих именно с Наруто начался анимешный путь, благодаря которому сейчас вы можете различить писклявый вид с хентая от мучания 3D кобылы. Это классика из детства, к которой нужно относиться с уважением. Так что помни, вся жизнь Наруто, и главное, не быть в ней филлером. Субтитры сделал DimaTorzok